Мы ждем, когда останется не больше двух, кто не доел. Тогда даем сигнал выйти. Я по пути кое-что скажу. Бывает ли пророчества сегодня? Людям странно. А какие пророчества? А вот представьте, мы находимся здесь в лагере Стане, Потеряевка еще не восстанавливается. Меня здесь не было, и вдруг они видят, идет как делегация, как крестный ход. И подходит человек, потом я его нашел, кто стал священником. И он говорит, здесь будет храм. А у нас храм был вот это вот продление. Эта палатка у нас была большая, воинская. Там генерал-полковник Пинков был, Борис. Не знаю, фамилия, это сказать. Он во время ДХЧП пастернал, его сняли. И мы там с той стороны пристроили из салафана. А вот так был. Вот здесь, малились. Это первое. Вот, бывает ли пророчества? Нас и так рассуждают по пророкам, далеко идущим. Но сегодня трудно найти. Видимо, все пророчества уже прошли. Их надо расшифровывать. Но от такого местного значения, вот у нас конкретно неизвестно, откуда какой человек пришел и сказал, здесь будет храм. Настолько я пришел, говорю, кто он такой? Никто не знает. А как, да как крестный ход был. Да может, во сне видели? Как во сне все дети днем? Среди бела дня. Я был в Америке. Вы знаете, торговый центр порушили там. Ну, само ЦРУ, как говорят. А я на нем был, меня повезли на экскурсии. Я там был на одном из этих зданий высотных. Смотрел. Фотоаппарата не было. Рядом статуя стоит. Видели вот это? Спустились оттуда. Стоит полицейский. А там пальмы растут. Там большие-большие пальмы. И он говорит, можно с вами сфотографироваться. По-английски. Я маленько там приехал, маленько позанимался. У меня английский язык был разговорным. О, что, 50 лет прошло. Мы сфотографировались. И он мне говорит, вот слова какие. Незнакомому человеку. Америка будет все ниже идти. А Россия встанет, вот. Я так гляжу на него. Он меня обнял. Еще раз сфотографировался. Я говорю, Америка будет все ниже. А Россия будет подниматься все выше. Похоже, что-то маленькое есть уже. Стабилизируется обстановка. Все эти искусственные кризисы могут миновать. Я говорю не о спасении сейчас, а о том, чтобы молиться надо. Проще всего критиковать. Даже вот такое маленькое общество. Вы видите, сколько каждый день разбора. А что сделает человек, который руководит государством? У одного продают вино. Ну, он видит, вином торгует. Решил посмотреть, вино из подвала дают. Он зашел, а на бочке кружка стоит. Он говорит, а кружка-то зачем? Ну, как зачем? Я наливаю ее. Телефон! Не дают даже рассказать. Говори. На веранду какую? А себе? Ну, чтобы было без замка. Чтобы как приедут, они могли взять. Ты можешь сделать так даже. Там хорошо целлофаном укрыть, но могут промокнуть они. Ну, углярка, которая около храма. Говори. Так. Ну и Сокольского не нашел еще? Ну и что? Пишите быстренько кто-нибудь. Пишите номер, быстрее. Сейчас, подождите. Говорите? Телефон давай говорим. Быстренько записывайте. Я пишу, говорите. Пишите, а хоть на скаль... Ну, быстрее. Да я пишу. Восемь, девятьсот тринадцать, ноль восемьдесят четыре, шестьдесят два, двадцать три. То есть он сбилайно скатился. Все, понял. Напиши. Сокольский мне копию дайте. Так, все пока. Пройди по складам, посмотри, что нам в дальнюю поездку и там осталось. Так, проверь примерно, так ты догадаешься, что наша. Пятый склад. Первый, пятый. Загляни. Ну хорошо, отошел. Отошел. С Богом. Это у нас здание там, где получили... Я одиннадцать лет судился после освобождения, когда был реабилитирован. Одиннадцать лет. Никто не верил, что что-то будет. А ноист-то был хороший. Одиннадцать миллиардов по тем деньгам. Но даже сегодня одиннадцать миллионов, это деньги. И вдруг я выиграл его. Господь восставил в защиту мэра города. А мэр города входил в десятку лучших мэров России. Баварин Владимир Николаевич. Прокурор края. Все собрались вместе. Ну сколько можно мучить человека? Ну давайте решить. А решить как? Москва помогла. Отменили все решения и заново переследовали. И теперь по-другому все было сделано. И вот я получил это здание, где сейчас мы молимся и прочее. Я хотел сказать о пророчестве, которое идет. Вот судить это проще всего. И он зашел, хозяин, в подвал-то. Смотрит, а там вторая кружка. Он говорит, а кружка зачем? Ну я когда наливаю другим маленечко, сам попробую вина. Хозяин думает, я его посылаю в день раз двадцать. Что он, двадцать кружек пьет? Ну решил над ним поставить помощника, чтобы смотрел и не было. Он заходит в другой раз, смотрит, две кружки стоит. Вот сейчас в государстве так. Вот судебные органы есть, а над ними там еще какие-то надо смотреть. И платят шальные деньги. А чтобы не брали взятки. Ну взятку теперь они берут во много раз больше. Потому что той взяткой, которой отделались, явно дело, надо превышать во много раз ее. Ничего не будет, пока люди не обратятся к Богу. Я неоднократно говорил, если бы в государстве был принят закон, а его помогли исполнить, один пункт. Не лгать, больше ничего не надо. Страна развалилась бы сразу, в один день, к вечеру. Не лгать. Все построено на лжи. Ну вообразите, милиция, не лгать. Нигде шутерджане штрафуют, не подделывают, не останавливают, не превышение скорости. Отметки ученикам не натягивают. Они на тройку-два вытягивают, а их подписчики. Даже в наше время было, какие требования. Аттестат получить было знание. Нет статистики обмана. Не обманывать президента, который рядом. Не обманывать муж-жену, что у него три любовницы. Не обманывать жена, что задержалась на работе. Не лгать. Понимаете, что такое? Не лгать. Я слышал, что... Валера Сокольский на пробу. Валера Сокольский. Давай. Быстренько. Он даже не знает, что он едет еще. Он сейчас узнает. Добрый день. Я с ногами делю. Плохо слышишь? Ты меня слышишь, нет? Я с ногами. Перевернись. Алло. Переверните телефон. Переверните телефон. Ну как? Ну так. Алло. Добрый день. Так, ты готов? В понедельник выезжаем. А что не хватает? Доктор Чо не увязал за это время. Целые месяцы были. Но определенно уже подошел. Не определенно у нас тут есть такие. Ехать, не ехать. Но я завтра, послезавтра. А уже выезжать надо было. Как мы можем ждать? У нас и так задержка была. Уже больше половины времени ушло. Ничего не будет с тобой, с работой своей. У меня когда... Я услышал, что отец Аким, он Аким был просто в армии. У него что-то неладное. В советское время. Я пришел, сдал инструмент. И уже вечером был на поезде. Проник через забор в воде, скучаясь. И с ним жил, пока на ноги не встал. Ну знаешь историю. Повтори ее. Перелез через сбор, чтобы жена не знала, где ты. И все, и вернешься через полтора месяца. Ворвешь из-под ее опеки. Я подумал, что она тебя под каблуком задавила. Нет. Ну ладно. Валера, без тебя никак нельзя. Дорогой. Все, останавливайся, иначе меня полумертвого повезут. Главное, дальнобойщик приехал. А, дальнобойщик главный приехал из Краснодара. Клещей не принимает. Сергей здесь. А? А? Никак. Никак. Абсолютно никак. Прости, чего хочешь, кроме жены и коня. Давай. Ты сегодня позвони еще раз и завтра. Все, приготовь. И будете ждать на Ползунова. Они в понедельник уезжают. Отошел. Мобилизация. Вот понимаете, как накладывает отпечаток среда, говорит. Вот только тогда накладывает на христианина, когда он выбирает то, что есть. Когда я сидел в тюрьме, я там многого набрался. Как говорить кратко. Говорить нельзя. Кричишь, в глазок тебя засекли, тебя в карцере сгноят-то. Но ему нужно найти своих подельников. И нашел, они на расстоянии, допустим, 10 камер друг от друга. Они дают другу знак, сейчас будем разговаривать. И быстро кричит. Леонтий Васильевев. Кто-то отвечает, говори. И быстренько успевает. В глазок-то глядят, никто нигде не разговаривает. Он крикнул. В этом не создаваясь. Убивали не мы, это другой. И упал на постель. И поэтому я понял. Алло, все это лишнее. Нужно непременно поднять и сказать, говори. То есть, это означает, я тебя слушаю. Алло, все включается в одно слово. И дальше. Он больше говорить не будет. Тот не знает. В конце обязательно быстро крикнуть. Отошел. Ищите, кто говорил. Я от этого научился. В первую очередь от Солженицына Александра Исаевича. Архипелаг ГУЛАГ. Он помог выстоять и выйти непобежденным. Шагнул за порог тюрьмы, сразу скажи сам себе. Я пришел умирать. И сдохла собака. Ни КГБ, ни ФСБ, ни НЕРОН. Никто тебя не может победить. Почему? Чем они тебя пугают? Дети, квартира, работа, свобода. А мне не надо ничего. Я написано так. Со Христом и в тюрьме свобода. А без Христа и на свободе тюрьма. Владимир Перемонович Марцинковский. Пояли все? Выходим. Сами поели, а мне не дают. А вот фотографы надо записать. Я записал? Записал. Записал всех. Эти вали, тетя Нина. А, нет. Этих нет еще. Всех, всех. Виктор Андреевич. Всех на мушку. Я у меня маленький. Андрюша, ты у меня самый маленький, рядышком Интересно, с одной стороны брат у меня оказался маленький, с другой тетрад Самые маленькие у меня так располагают Благодарим тебя, Христе Божий наш, яко насытеноси над землей твоих благ Не лиши нас и небесного твоего царствия, но яко посреди учеников ты их решилась и спаси мир, да я им Приди к нам и спаси нас, аминь Слава Твои, Сыны, и Святому Духу, и ныне и пресной, и вовеки веков, аминь Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, благослови Милостливый Господи, спаси и помилуй раб своих, милующих и питающих нас Подающих нам милостыню, заповедавших нам молитвы, аминь Всех вопиющих тебе, страждущих, болящих, скорбящих, томящихся в узах за слово Твое Святое Вдов, нищих, сироп, священство, иночество и всех христиан Избавих от всяких скорби, гневы и нужды, от всяких болезней душевной и телесной И прости им всякое согрешение, вольное и невольное, душам нашим полезное сотвори Боже, милостив, будем негрешному, создав имя Господи, помилуй меня Бесчиславец и грешил, Господи, прости меня, грешно, и помилуй Перед тем, как поблагодарить поворово-накрывающих Ваня, выйди сюда Наказание Наказание твое такое, что выполнить одному нельзя Кто готов помочь ему? О, поняли? Кто в разведку? Шаг вперед, все как один Так, назад Я одного из беру Самого терпеливого Андрюшу Наказание в следующем, зайти в свою келью и сидеть один час за то, что подошли к посторонним И как помните, князь Серебряный Иван Грозный сводит Праведен суд мой И все кричат, праведен Праведен суд мой Праведен Вот ходить нельзя, почему? Сохранность детей 44-й год лагерь Никто не потерялся, никто не победился, никто не отравлен Это что-то стоит? Да И при том, где лазят по деревьям, ходим везде Так, к фотографам вопрос маленький Скажите, вчера вечером вы с фонариком проходили здесь? Ночью, нет Кого-то видели с фонариком, мы не знали, подумали вы Нет, нет, нет Я утром поехал, вас там фотографировал, вас окошечком в палатке Хотел сказать Вы, наверное, много путешествуете Мы, видите, от Владивостока до Лиссабона прошли И все время прятались Я пришел, и где никого нет Обошел, нет, вот это что-то мы в другом мире Думаю, дай их поеду на плотину Ему разрешено Так Так Вопросы, давай Неизвестный нам не сделал никакого зла Господь пронес мимо Мы молимся всегда Господи, избави нас От пожара Воров и нечистой силы В этом все заключается Это что вы? Ну это людям раздайте Вы какой-то хотите дать? Нет, это Показать? Они одинаковые, я хочу, чтобы люди поставили Людям дать А когда вы сделали это? Да вот, недавно А, ну снимал-то я тогда, три года назад Так, ну тогда Вам, если можно, положите Когда зайдете туда, чтобы дождем не замочило Это дали мне для раздачи другим, да? Да, да, да Мы вам ничего не дожили Ну, чтобы все стало на свои места Так, ко мне вопросы есть или нет? Потому что сейчас никуда мы не расходимся Отдельный стол-то можете выделить Накормить обслугу фотографов И через полчаса мы садимся У нас будут экзамены Готовишься к окрещению Даже представь, что они написали Какие вопросы И дальше будут выносить Какое наше мнение, плюс или минус И уже к десяти часам двое должны пойти И к батюшке А потом другие, где-то недалеко быть Опять двое батюшка пришел Сказал вчера, как это сделать Ну? Андрей не в нашей келье Не с Ваней Не в нашей Можно я? Так Пускай там Так, подожди Тарасе не надо Даже надо подумать Игнать Тихонович Игнать Тихонович Именно сидеть Они могут лежать Это уже было такое Не лежать Только сидеть Посредине Двое утро Двое утро Вот так вот я стою И вот так вот мне на улицу подкрыт Понравился ты ему Ты ему понравился Твое лицо Спасибо 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 Продолжение следует...